Как я покаялась, как я пришла к Богу. Ходила все время на службу в церковь «Живой поток». Само служение, конечно, все эти проповеди, они меня раскрывали, мою душу так. Я просто, я плакала, я не знаю, я до сих пор почему-то плачу. Я как будто бы нахожусь в другом мире. Сама атмосфера в этой церкви, не знаю, я чувствую себя другим человеком, совершенно другим. Выходя после службы, моя душа как будто в немесомости находится, я как будто бы улетаю. Мне такая благодать на душе, мне так хорошо. Пастор Богдан проповедовал. Я не так за душу, оно взяло меня. Я уже и хотел плакать. Он как бы вложил в меня, разжевал и дал мне все. Никогда я такого не слыхал, как он мне объяснил. И мне так стало хорошо. Я сказал, Лида, ты знаешь, я хочу хрящение принять. Нас пригласили в эту церковь, в «Живой поток». И когда мы сюда зашли, это было такое вдохновление. То есть первое непонимание, потому что мы с этим до этого еще не сталкивались. После этого посещения ты выходишь как будто такой вдохновленный. И вот с того момента я поняла, что вот я буду сюда ходить. После этого первого раза очень захотелось посещать церковь, приходить сюда, питаться этой энергией. Таким образом пришли к такому решению, что надо нам покаяться и уже принять Бога в свое сердце. В прошлой жизни я была православной церкви посещала иногда, но так я не читала Библию. Теперь я ее хочу читать каждый день. Одну главу, хотя бы пару стихов, мне вот хочется по-другому. Она читается, хочется ее почитать. С момента, когда мы здесь появились, вот в Джексонвилле, это вот как жизнь до и после. Это меняешься в лучшую сторону. Ты там начинаешь помогать людям. Перед самим покаянием другие люди из мира нас чуть-чуть пытались столкнуть с этого пути. Но мы с женой решили, что это наше и другого пути у нас нет. Мне как-то стало и легче. Я вот даже вот тот телевизор, мне кажется, я его скоро и выкину. Я хочу меняться. Я хочу, я хочу. Я стала спокойнее как-то. Мне стало не страшно как-то жить здесь в Америке. После покаяния заметили перемены в лучшую сторону в разных сферах жизни. Это было тоже очень волнительно. Но после этого стал такой покой на душе и радость. Радость от того, что ты идешь правильным путем. Все было непривычное, когда я попала первый раз в церковь. Мне было все непривычно. Отношения людей, атмосфера. Мне было все новое. Я не знала, как себя вести. Я находилась как будто в другом мире. Мне было как-то стыдно перед людьми, что я даже не знаю Господа. Люди такие все хорошие, такие интеллигентные, красивые. Такие все хотят помочь тебе. Все тебе улыбаются. Я благодарна за все этим людям, этой церкви. Какие-то люди простые. Такие приходят все. Хай, я его первый раз, он здоровается со мной. Ты приходишь, тебя и посадят. Тебе и дорогу дадут. А еще ты старший. И место уступили, посадят тебе все. Не многое еще я умею, не многое изменилось. Я стараюсь, но я молиться начала. Молиться я не умею. Я так считаю, что я не умею. Но я просто своими словами, я стала разговаривать с Господом. Теперь есть с кем общаться. Я не одинока. Радость внутри меня, в душе меня. И хочется ходить, и всем об этом говорить. И радость, и все. И как-то и жена ко мне по-другому. Хоть мы никогда не ругались. Хоть я и неверующий, я и выпивал, и курил. Не знаю, сколько мне осталось, но это такой подарок от Господа. Познать Его. И быть спокойной. И узнать вечность. И Господа не бояться ничего. Здесь прославляешь Бога, и выходишь, вот как очищенный. Приходим сюда просто насытиться духовно. После всех практически проповедей выходишь с поднятым настроением. Нравится атмосфера. Все христиане, сестры, братья. Теперь у меня сестры и братья есть. Я могу в любой момент обратиться к сестрам и братьям. Больше познавать Бога хочется. Учить детей и, возможно, в будущем так же помогать кому-то. Я бы хотел быть полезным для церкви. Я обращаюсь к людям, которые не знают Господа. Я желаю, я хочу, чтобы они узнали Господа. Это радость жизни. Это в душе покой. Это такая надежда. И всем людям говорю, люди, жить с Господом – это жить, просто жить. Это другая жизнь. Это не те подъемки, в которых я бродила и ходила. Просто теперь я знаю, что я живу. Для чего я живу. Я хочу служить Господу. Я с Господом теперь. Моя жизнь совсем другая. Люди, узнавайте Господа. Чем раньше, тем лучше. Я сегодня, с Домашей с Южей. Продолжение следует...